Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Печень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Как мне кажется, самыми вкусными блюдами человеку кажутся те, которые он ел в детстве. Не все, конечно, некоторые из них точно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что с возрастом все осязательные, обонятельные, вкусовые ощущения притупляются и человек вспоминает те свои детские яркие впечатления, сравнивает с нынешними и еще раз убеждается, что раньше была и трава зеленее, и небо голубее. Как-то так. Помню, в детстве мы с родителями ездили собирать шампиньоны. Как они пахли в жареном виде! Как они пахли! Блин, нынешние и так не пахнут. А еще я помню, у нас был такой наборчик из нержавейки для приготовления шашлака в духовке. Ну, там подносик металлический, две таких вот подставки-рамочки и коротенькие шампунчики. Я его собирал, выставлял шампунь, шампуры, думал, блин, как бы классно шашлыка поесть. А еще, налиставшись книги о вкусной и здоровой пище, которая в каждом доме была, просто приставал к родителям. Давайте приготовим шашлык! Наступало воскресенье, родители привозили с рынка свежую свинину, возможно, даже парную. И через некоторое время батя звал меня на кухню. Иди, есть шашлык! Я приходил, а там мама подавала свежеподжаренные на сковороде кусочки этой самой свинины. Блин, как я бесился! Пап, ты помнишь? Ну какой ты к черту шашлык? Шашлык – это замаринованное мясо, приготовленное на углях, с дымком, с луком, вот с этой обстановкой. Батя пожимал плечами, ну мясо и мясо. Нет, свежеподжаренная свинина была вкусна, безусловно, но это и близко был не шашлык. Или как-то раз мама приготовила картошку во фритюре. Это сейчас в любой забегаловке картофель фри есть. А тогда, увы, ах, какая же это была картошка! Это было что-то вообще неземное! Короче, зашел давеча в супермаркет, увидел свинину. Посмотрите, какая свинина! Вы видите, какая свинина? Она мраморная, сплошь тоненькие прожилки жира. Мне сразу же накрыло воспоминаниями, захотелось вот той самой поджаренной сковороде свинины. Я в соседнем отделе выхватил упаковку с шампиньонами и решил приготовить ностальгический обед. Поехали! Сначала займусь грибами. Их надо нарезать более-менее мелко. Обжарить буду на сливочном масле. Оно сладость такую дает. Уже разогрелось, можно грибы класть. И пока процесс идет, мелко нарублю лукой и чеснока сразу же. А к грибам их пусть обжариваются вместе. Так, и теперь картошкой займусь. Ее надо, понятно, очистить и нарезать. Нарезать буду кубиками. Ну, просто потому, что мне так захотелось. Отлично! Вода для картошки уже греется. Вовсю посолить ее. И картошку сюда. Варю до полуготовности. Для картошки этого сорта и кубиков такого размера это где-то 5-7 минут в кипящей воде. Примерно. Так, что тут с грибами? Очень неплохо уже. Так, помешивать не забываем периодически. Кстати, напишите в комментариях свои детские воспоминания о самых таких классных блюдах. Я вот классные пирожки в соседней кулинарии помню. В жиру приготовленные. Такие пахучие. С картофельным пюре почему-то больше всего нравились. Чума! Так, картошку надо отбросить на дуршлаг. Ну и перекладываем на бумажную салфетку, чтобы весь картофель обсох. Во фритюр мокрую класть не надо ни в коем случае. Масло, кстати, для него уже надо греть. И продолжу заниматься грибами. Они уже в отличном состоянии, как мне кажется. Сюда немного муки, чтобы соус будущий загустеть. Соли сразу же не перемешать. И сметана нежирной. Вот так. Если сметана слишком густая, можно немного воды добавить. Отрегулировать густоту соуса, так сказать. За счет добавленного муки он загустеет все равно, но соуса будет больше. Так. Отлично. Сейчас еще минут 8-10, потомиться, и все будет готово. А вот дальше нужно делать все очень быстро. И свинина, и картофель фри хороши только в горячем состоянии. Поэтому готовить их надо одновременно. Свинину сразу посолить и поперчить свежемолотым черным перцем. С двухсторонней, естественно. Скорую для мяса я уже нагрел. Сюда немного масла. Она тоже горячая. Поехали. Мясо сюда, а картошку сюда. Температура фритюра 170-180 градусов. Если будет ниже, картошка слишком много масла впитает. Если выше, снаружи начнет гореть уже, а вот внутри картошка будет все еще сыровата. Свинину уже можно переворачивать. Видите, нарезана тонко, готовится очень быстро. Грибы уже готовы. Выключаю нагрев. Тарелку я уже подготовил. Картошку надо сначала на салфетку, конечно, выложить, чтобы лишнее масло удалить. Свинина тоже готова. И грибочков в сметанном соусе рядом положить. Вот такой натюрморт. Собрал воедино все вкусы из детских вспоминаний. И есть это надо все с пылу, с жару. Так что, если вы ждете там гостей, то и картошку, и свинину, конечно, нужно жарить уже в их присутствии. Так, начну я с мяса. Так, вот этот кусочек, смотрите, какой. Тоненький. Весь с прожилками жира. Поэтому, несмотря на полную прожарку, он сочный, он классный. Слушайте, вкусы с детства. Так, а сейчас картошечку. Вот этот кусок. Вот если ее резать соломкой, ну, как стандартная картошка фри, то ее есть удобно руками. А вилкой уже не так удобно, потому что приходится резать, легко устраивать какую-то руду. А так, одна картофельна, один укус. Прекрасный, считаю. Класс. Просто класс. Она отварена в соленой воде, поэтому она солновата. Хрустящая корочка. Подрумянина такая, классная. Внутри мягкая, нежная. Но, вот хоть убейте, в детстве картошка была вкуснее. Вот сейчас я приезжаю к родителям в гости, пробую картошку. Нет, не та. Видимо, другой сорт уже. В Москве как-то попадалась очень вкусная картошка, вкусный сорт. Это, ну, картошка-картошка. Она, конечно, классная за счет хрустящейся и так далее, но вот того обалденного вкуса из детства почему-то нет. Один раз мне такая вот попалась. Ну, просто ехал с дачи, купил у дороги ведро картошки. Мне почему-то продавец, она, кстати, в красной шкурке тоже была, продавец назвал сорт Семеринка. Я долго допустил, какой Семеринка. Семеринка, это же яблоки, да? Но вот он упорствовал, сорт Семеринка. И просто жена начала варить, а там такой аромат обалденный шел по всей квартире, что просто какая-то фантастика. Вот здесь я такой не могу найти, и в России сейчас тоже не могу найти, когда приезжаю. Но это все равно классная картошка, прям классная. Так, ну и теперь, конечно, грибочков, жареные шампиньоны, сметанном соусе. Ну, песня. Обалдеть. Обалдеть. Классные. Нежные, сочные. За счет сметаны соус такой с кислинкой получился. Классный. Просто сказка. Слушайте, не нужно никаких изысков, не нужно никаких стейков, ничего. Вот это вот, еда из детства, самое лучшее. Так что, готовьте по своим воспоминаниям. Да, и напишите обязательно в комментариях, что у вас из детства, какое блюдо было самое классное, самое потрясное, которое вы тоже сейчас готовите. Пишите, очень интересно, что у вас там получается. На этом позвольте с вами прощаться. Напоминаю, промокод ФРЕСКО позволит вам здорово сэкономить на ножах Самура. Классный нож, согласитесь, а? Обалдеть. Не забудьте жамкнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, подписаться, естественно. Спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!